На данный момент все спортивные соревнования крупного масштаба должны проводиться с соблюдением постановления 353-го Дмитра правительства Российской Федерации, в котором прописаны правила обеспечения безопасности на спортивных объектах. И мы столкнулись с тем, что в один момент, в один соревнования у нас полиция, то есть у нас в двух спортивных учреждений, полиция запрашивает одни требования, и мы эти требования исполняем, они заполняют все необходимые документы, составляют акт, и согласно этому акту мы соответствуем. Через месяц они приходят на соревнования такого же уровня, составляют такой же акт, но уже пишут, что мы, как спортивные учреждения, этим требованиям не соответствуем. Даже если мы сегодня технически оснастим все спортивные учреждения, которые этого требуют необходимым техническим оборудованием, то мы все равно не сможем полностью удовлетворить требования полиции касательно системы видеонаблюдения с распознаванием лица. Потому что полиция сама не может ответить, что это за систему. Эта система сейчас идея, нет разработанной в области, которая была бы либо для нас единой, либо рекомендации, которые систему используют. Есть такое предложение нам, представительному органу, включиться в этот вопрос, взять у администрации те разработки, которые уже есть по этому вопросу, и направить обращение от Саратовской областной думы с просьбой выработать решение, либо это будет законодательная инициатива, которая говорит о том, которая разъяснит нам, как же нам соблюдать все-таки эти требования, и чтобы у нас не было здесь выборчатого подхода, что по обоим эти требования мы должны соблюдать, а допустим, в других городах в нашей области там в спортивном учреждении не обязательно эти требования соблюдать, и не могут проводить большие соревнования без соблюдения этих требований. Продолжение следует... Продолжение следует...